А вот для перелома ситуации нам нужно 500-600 тысяч человек, вооруженных, поставленных в строй, обученных в тылу, созданием новых частей и соединений, не просто сырых батальонов, которые будут выступать в качестве резервуара сражающихся частей, а именно новых частей и соединений. Возможно, подчеркиваю, и желательно развернутых на базе уже получивших боевой опыт войсковых частей, как, например, можно развернуть боевой полк в бригаду, а бригаду в дивизию, сохранив таким образом обстрельный костяк и нарастив мясо за счет мобилизованных. Но это уже как тактика. Еще большое количество солдат и офицеров потребуется для охраны тыла, для восстановления дорог и мостов, которые бесконечно гражданские организации, тем более при фронтовой зоне, восстанавливать не могут. Для поддержания правопорядка, для создания комендатур и прочее, и прочее, и прочее. В конце концов, грузчики, способные ворочать ящики со снарядами на ТВ-складах, они тоже нужны. Никаких роботов господин Рогозин или господин Чубайс, благополучно сбежавший в Израиль, для нас не произвели. Все по старинке, все с живой силой.